Понимаете, Людмила Прокофьевна, важна такая вещь, как комбинаторность, ну, сочетание. Там, скажем, ситорон какой-нибудь, блайзер. А блайзер, Вера, что это? Ну, блайзер это круглый пиджак. Это который был культурой? Ну, туда тоже можно. Да и это не главное. Вот сейчас парики не досят, так? Да, и очень хорошо, я считаю, вот как-то так подстригся и все, живенько, причесочка, а то с париком дома, говорю, носить. Ну, и если живенько, то лучше. Но сейчас важно обращать внимание на лицо. Вот колоссальное значение приобретают брови. Вот вы меня, конечно, простите, Людмила Прокофьевна, вот ваши брови. Что с моими бровями? Ведь это же неприлично. Да что вы? Вот если там густо растут брови, ну с этим же надо как-то бороться. И как? Ну, выщипывать там, прореживать. Чем? Ну, хотя бы ресс-федером. Ресс-федером? Это же больно, Вера. Ну, Людмила Прокофьевна, ну вы же женщина, потерпите. Ой, мне кажется, это можно только под наркозом. Да и это не главное. Вот, Людмила Прокофьевна, что отличает деловую женщину от женщины? Ну, что же, походка, ведь как вы ходите? Вы здесь вся скукожится, в узел зажмется. Скукожится, как старый рваный башмак, и шагает на работу под башпалом. Вера, неужели, я так хожу. А как ходим мы? Женщине должна быть загадка. Головка немного приподнята, глаза опущены, пластика, пантеры перед прыжком. Шаг свободный от бедра. Мужчины такую женщину не пропускают. Вера, вот так ходить, это можно каждый научиться? Или только изданные? Конечно, из-за ци можно научить курить. Было бы желание. Вы думаете? Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Мне кажется, я такую науку... Вот встань, никогда не отболею. Встаньте-ка. Головку вперед, грудь вперед. Вы меня сидите, Лёва. Вам все встят. Здесь немного подсобрать, живот убрать в себя. Ну, или там, или здесь. Сделайте, как вам говорят. И с свободной походкой пошла на меня, пошла. Людмила Прокофьевна, откуда у вас эта пошлость? Вы же ходите, как непристойная женщина.